ну в общем что друзья сегодня 20 апреля направляемся мы в городскую прокуратуру столицы потому что там организовывается личный прием руководства генеральной прокуратуры прием у нас будет онлайн через видеоконференц-связь что конечно неудобно время у нас сейчас 15 часов 7 минут планировали на 3 часа дня но скорее всего он еще не начался здрасте там прием был у меня в рахим галиев сколько ждать а людей много еще в 3 3 а прием начался нет нет здрасте ну я так понял час прямо будет будет а не будет и что делать например у нас же тоже как бы дела есть мы же не можем целый торчать вот фиксируем тоже дамы просто я это вопрос не сам я получаю вы скажете вашу фамилию и он что я вот ваш ваш руководитель это тоже участники вы нас просто так позвали в этом процессе какие функции у вас у меня функция просто купить подключить и ваше участие организовать и на самом деле включить компьютер мы сами можем организация должна вот именно здесь быть нет мне сказали подключить компьютер я подключала но по ЦИПУ Ахмана же занимается у вас она же организатор да я ее фамилию не знаю она в генеральной работе вы же в ЦИПУ вы же должны ее знать но через нас нам сказали подключить мы вас подключили в смысле кто программисты 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 мы же наши принимают по нашим же обращениям мы же пишем их прежде чем написать обращение вы же знаете всю процедуру прежде чем написать обращение генеральную прокуратуру мы прошли все инстанции то есть начиная с района сколько раз было городская и теперь когда у нас там момент обсуждения с генеральной прокуратурой мы опять не можем и это программисты кто виноват скажите кто это кто не виноват прям идет только другие регионы принимают ну и тогда мы сказали бы приезжайте аня лендер приезжайте в 16-30 пусть все регионы пройдут а кому вопрос кому конкретно в генерале скажите кто вам за нее не вы как-то интересно разговаривать вот у меня есть письменный ответ там там написано 20.04 в 15.00 через видеоконференц-связь организованной в прокуратуре города Мурсултан ну вот я пришел сюда вот без десяти три там и вот сейчас четыре часа и что мы тоже как его ждем а сколько ждать или вообще как тогда это вы сами видите я тоже не знаю фактически приема то нету и мы его не видим я понимаю если бы кабинка занята была вот люди там выступают заслушивают их я жду очередь свою а как другие регионы тоже онлайн то есть получается вся страна в один день не вся страна а что за нет да здрасте меня зовут арахимкалиев жаслан маратбекович я являюсь представителем потерпевших лагвиненко лагвиненко учредитель к строй союза подключение уголовного ответа директора а также директор от полтерек 18 поморцев которые согласны директор от дохода получил заказ обманным путем после завершения оформлено съемный квартирный жилой комплекс стал директор продавали квартиры третьими тем самым причинами так так 20 января уголовное дело прошли полностью прекращено так я со справкой ознакомился ваши жалобы у нас на рассмотрении и оказывается мы уголовное дело истребовали потому что прокуратура города согласилась с прекращением ответ вам за подключи прокурора города да дело мы изучим и свои так вылетел исполнитель Шиктибай 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 У нас связь пропала? да засяд страду разключает можно пока запишу данная кто сейчас Сейчас осуществляет прием граждан. Так, в дальнейшем осуществляет вопрос. Алло, слышите, да? Я слышу, удалось. Заместитель руководителя первой службы, генеральной прокуратуры. Кимонеграмм и дождь утолзняющий. Еще раз. Кимонеграмм и дождь утолзняющий. Ельдостов, правильно? Да, Ельдостов. Ага, спасибо. Нет, я не слышу. А так? Сейчас есть. Слышь? Да, теперь есть. Слышь? Видно, да? Теперь слышно и теперь видно. Ага. Вы, я не знаю, если не услышали, я вам повторю, Жаслон Марат Пекович, о том, что прокуратура города свою политику выразила. Ответ за постик прокурору города они дали. Я вот записал только что, вы продиктовали. Да, Щек Тибаев. Тем более у меня справка даже множество. Дело запросили. Соответственно, мы вам ответ дадим с изучением материалов. А вот скажите, пожалуйста, вот Ельдостов, Сосомович, вот здесь у меня два вопроса сразу возникло. Что за жалоба находится в Генеральной прокуратуре? Потому что мы туда как бы не обращались. Я обращался только за записью на личный прием. И второе. Почему согласовывает это прекращение городская прокуратура, если там должен быть прокурор района Сарарка? Ну вот у нас сейчас должен быть также подключен начальник управления прокуратуры города Тойчевеков. Он может разъяснить. Я могу вам, в принципе, сказать в части, как организуется работа в регионах по надзору в городе. Это, конечно, лучше у них выяснить. Я скажу, общее правило. За районными подразделениями полиции надзирают районные прокуроры. То есть они согласовывают, утверждают их решение. А городская прокуратура, ну или прокуратура областей уже надзирают за областными департаментами. Мне это известно. Но это все тоже в праве и в полномочиях прокурор города, потому что он может надзор поручить прокуратурам районов. Например, по своему опыту знаю, он, например, в Алма-Ате большая нагрузка. Городской аппарат с делами полиции не справляется, поэтому надзор по районным департаментам полиции там поручен районный прокурор. Как в городе Нур-Султан, это лучше у них спросить. Да, я почему спросил, потому что именно в постановлении о прекращении уголовного дела, там стоит виза, утверждаю, и прокурор района Алматы, Гордон, район Алматы, ну почему-то этот, районный прокурор, Нирзамуратов. Вот поэтому я спросил, почему именно город. А, ну то есть если прокуратура района, то это вполне законно, значит они так организовали работу, в принципе, в городе я тоже работал. Видимо, они департамент полиции тоже по территории. Ну, теперь вот я хотел бы узнать, вот есть ли смысл мне излагать те вещи, которые необходимо довести до сведений Генеральной прокуратуры, или лучше нам перенести эту встречу, потом, когда вы изучите материалы уголовного дела, и тогда мы уже будем идти по конкретным фактам. Я вам поясню так, что действительно сейчас излагать свои доводы, наверное, нет смысла, поскольку уголовное дело у нас, оно истребовано, исполнитель Щектибаев есть. Я думаю, то, что вы можете ему довести то, что, может быть, не легло на бумагу, или то, что есть в вашем заявлении, но подробнее разъяснить, например. Поэтому я думаю, лучше с исполнителем связаться, все равно подписывать ответ мне, он будет докладывать, по-моему, материалам дела, со схемой все мне. Ну, я вот, понятное дело, что он не исполнитель, а вы руководитель. Я вот хотел бы, чтобы вы заслушали как исполнителя, так и нашу сторону, то есть минуя вашего исполнителя. Вот в этом же вся суть этого приема. Исполнитель сейчас с позиции выдаст предварительного расследования и с позиции, как вы говорили, городской прокуратуры. Кстати, мы из-за этой позиции, я сейчас здесь нахожусь, ровно год назад я находился в соседнем кабинете, и тогда мне прокурор из городской прокуратуры сказал, что вот наша позиция уже выражена по этому делу, и мы от нее не отойдем. Вот мы прекратили уголовное дело, и вы ничего не сможете сделать. Вот попробуйте отменить через следственный суд это прекращение, тогда мы посмотрим, тогда мы возьмемся. Я сделал так, я через следственный суд отменил это прекращение, мы провели государственную экспертизу, дело уже было окончено, производство, нам дали уведомление, нас ознакомили с материалами дела, ни одного следственного действия не провели, просто взяли, дело прекратили. Это нонсенс. Такие вещи я раньше не видел ни разу. Я с вами согласен в плане того, что действительно было бы правильнее, если бы вы изложили свои долины, но к сожалению, я вижу, что вы почти два часа ожидали, пока до вас дойдет очередь. Да. Но к сожалению... Да, мне на самом деле искренне, конечно, грустно от того, что сейчас Генеральная прокуратура не готова сейчас меня заслушивать и не изучила материалы дела. Но я предлагаю, давайте сделаем правильно. Мы ждали несколько лет и подождем еще не одну неделю. Дадим возможность Генеральной прокуратуре изучить эти материалы уголовного дела, чтобы быть в курсе. А потом я скажу, как вот конкретно у меня шесть доводов, реально шесть доводов, которые я озвучу, и этого будет достаточно, чтобы у вас сложилось мнение. А потом вы согласитесь со своим исполнителем Шектибаевым, прав он или не прав. Поэтому все, что я сейчас прошу, я не прошу меня выслушать. Лично я с вами согласен. Хорошо. Я прошу просто меня принять заново просто, и все, через некоторое время, только просто, чтобы от вас это исходило. Мы так и сделаем тогда. Давайте отметим, что когда Шектибаев изучить ЦПУ сюда пригласите его. Я на связи в городе Нур-Султан, приеду в любое время, за сутки предупредите, и все, я буду здесь. После изучения материалов пригласите ЦПУ. Хорошо, договорились. Все, спасибо, что услышали и доступ там всем очень. Спасибо за внимание. Все, до свидания. До свидания. Ну что, ребята, закончился у нас прием. Прием осуществлялся два часа, из которых мне уделили всего минут 10, может быть, 7. Вышло так, что, оказывается, Генеральная прокуратура вообще не знает суть данного уголовного дела. Я посчитал нужным этот прием перенести и дать возможность Генеральной прокуратуре изучить все материалы уголовного дела. Сделать встречную проверку документальную, а после мы встречаемся в ЦПУ, и они меня будут заслушивать. Вот такие новости. В общем, оказывается, нужно быть еще и к такому, быть готовым. Что, несмотря на то, что если вас записали на прием Генеральной прокуратуры, это еще не факт, что они все знают и владеют информацией. Вот так вот. Надеюсь, это не случай не из тех, когда просто кто-то не хочет работать. А надеюсь, что это объективная причина. И я думаю, что наше упорство и труд, он в любом случае позволит нам добиться справедливости. Все, ребята, надолго не прощаемся. Следите за нашими обновлениями. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok